Меня зовут Козлов Дмитрий, я из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Когда-то давно, в 2005 году, обучаюсь там в аспирантуре специально для семинара Елены Вениаминовны Баснер, достаточно известные специалистки по авангарду, для этого семинара я подготовил доклад о иконологическом анализе плаката «Кленово-Красно-Би-Белых». Тогда меня такое нашло на меня откровение, что этот плакат не только то, что мы видим на нем, но и также много чего еще. С тех пор я защитил диплом магистрскую, написал книжку, которая уже два раза переиздавалась, и сейчас мы сделали такую научно-сувенирную продукцию, папка, в которой коротко описана история этого плаката, и вложен сам плакат, семейно изданный в натуральном размере. Эта продукция продается здесь в книжном магазине, если вам интересно. Вот, я здесь уже в Юрийском музее рассказывал о книге, плакате несколько лет назад, а нынешняя лекция связана с выставкой Лисийского, которая проходит сейчас здесь, и завтра она закрывается. То есть моя лекция последняя в цикле разных мероприятий, которые здесь проходили в течение нескольких месяцев, и вы, наверное, на них бывали, узнали много нового о Лисийском. Ну, я вот постараюсь что-то добавить. Ну, хочу начать с того, что вот эта выставка достаточно большая, серьезное событие, были определенные ожидания, связанные с ней, но, к сожалению, они, честно, не оправдались. Например, мне хотелось бы, чтобы была подробно разобрана история коллекции, ее бытование, формирование, деление и возвращение, но этого до сих пор не сделано. Во-вторых, не очень много научных публикаций связаны с Лисийским, эта выставка стимулировала. Но вот одна из них, это статья Екатерины Алиновой, которая связана с именем «Эль». Журналисты стали делать публикации, посвященные этой выставке, и, например, в «Комиссанте» Анне Толстовой ее публикацию исправили «Эль», просклоняли на «Эля», там выставка «Эля Лисицкого». На что вот, ну, то есть Анна Толстова, как достаточно такой опытный журналист и специалист в этой области, она только развела руками, но вот редакторы так решили. На что вот Экатерина Алинова описала, что склонение этого псевдонима невозможно, надо его так и писать, как он звучал, именно «Эль». Но я считаю, что даже и от этого стоит отказаться, а корректнее всего использовать его имя по паспорту, так сказать, «Лазарь». Потому что «Эль» — это псевдоним, который Лисицкий себе придумал. Даже более того, начался он с подписи на идиши, для иллюстрации сказки о козочке. И на последней странице там было на идиши написано буквы «Алев» и «Ламет». И так стал складываться этот творческий псевдоним, который в дальнейшем достаточно долго трансформировался. Потом в том же сказке о козочке — это 1919 год. В 1920 году возникает этот плакат, и он подписан, как вы видите, здесь в углу «ЛЛ» — Лазарь Лисицкий. Кроме того, здесь есть подпись «Уновис», которая как бы делала работы группы анонимными, но Лисицкий сюда добавил и свой псевдоним тоже. В дальнейшем Лисицкий подписывал свои тексты 20-го, 21-го, 22-го годов как «Л». Там не было нигде мягкого знака. Вот как раз материалы этой выставки дали такую возможность проследить трансформацию этого псевдонима. Мягкого знака не было, были две буквы — «Э» и «Л». Потом в 22-м году уехал в Европу, и там стал подписываться латиницей, появилась вот эта его известная графическая форма букв «Е» и «Л» на латинице. И в 23-м году к каталогу своей выставки в Берлине он пишет два своих псевдонима — латиницей и кириллицей. И там появляется мягкий знак. Сложно объяснить, откуда он берется. В дальнейшем, когда Лисицкий возвращается в Россию, начинает делать публикации для известия основа, в том числе дизайны, тексты. И для строительной промышленности пишут тексты. Там тоже появляется, где-то появляется мягкий знак, где-то нет. В дальнейшем он придумывает даже такую вот, трансформирует букву «Е», он ее оборачивает как «Э», пишет, как бы изобретает такую букву «Э», но только не с округлой формой, а с прямой. Чуть дальше. То есть на протяжении 20-х годов и начале 30-х он использует и «Л», и «Л». И закономерности тут сложно выяснить. То есть вроде бы как официальные журналы, там фотомонтажи, которым он делает, там он подписывает «Эль». Возможно, тут сказывается участие редакторов, ну или какой-то стороннего лица, который задает прямой вопрос, ну ты «Эл» или «Эль», и он каким-то образом на него отвечает. Но вот нигде я не находил таких свидетельств, чтобы он писал «Я, Эль Лисицкий», например. То есть это только подпись, это псевдоним, и он, насколько я могу считать, полагать, отделяется все-таки от личности художника и существует отдельно. Поэтому не только склонение псевдонима «Эль», но и само его использование с мягким знаком не совсем ясно, и я бы сам воздержался бы от него, и всем бы рекомендовал называть Лисицкого «Лазарь», чтобы не вступать вот в такую дискуссию аргументов для выяснения этих закономерностей у нас тут нет, к сожалению. Вот, это что касается псевдонима. А что касается плаката. В 1920 году Лисицкий работает в Витебске по приглашению Шагала, возглавляет архитектурный факультет Витебского художественного училища. У Шагала большие планы относительно новой художественной педагогики. Но Лисицкий приглашает вслед за собой Малевича. Малевич проявляет активность в этом педагогическом процессе, проповедует супрематизм. Шагал несколько раз прорывается уехать. Наконец у меня получается переезд в Москву, работа в еврейском театре. И он оставляет свое детище супрематистом. Они там занимаются и теорией. Малевич не занимается живописью, а только преподает. И публикует свои тексты. Также под его руководством несколько знаковых работ по оформлению архитектурных сооружений Витебска. Они покрываются супрематическими конфетти. То есть, с одной стороны, в стенах Витебского училища идет серьезная теоретическая работа, осмысление супрематизма как определенные ступени развития искусства. С другой стороны, этот супрематизм тут же на практике выходит в такой, если не в тираж, то в декорацию. И здания просто украшаются геометрическими формами. Рядом с Витебском находится Смоленск. Там с мая 2020 года размещается ставка штаба Западного фронта. И именно Литесдат Политуправления Западного фронта дает Лисицкому заказ на изготовление плаката. К сожалению, я не смог в военном архиве, здесь в Москве, найти документы, подтверждающие этот заказ. То есть есть только такие посредственные свидетельства. То есть там Лисицкий сам упоминает, что ему заказали военный плакат. Также в листке Уновис, в втором номере, там есть упоминание о том, что по заказу штаба Западного фронта выполнены супрематические плакаты. Этот плакат, наверное, был издан тиражом. Тогда много печаталось плакатов. Можно предположить, что это было около тысячи экземпляров, которые на тонкой бумаге, на газетной, которые расклеивались на заборах. И, конечно, о какой-то сохранности экземпляров тут говорить не приходится. Вот это изображение, которое вы видите на экране, сейчас выставлено здесь в залах Еврейского музея, это единственный экземпляр, уцелевший из первого тиража. Накатан на картон, сохранился в коллекции Лисицкого. Вот этот плакат отличается от предыдущего некоторыми деталями. В первом варианте, в оригинале, вот здесь вы можете увидеть интересную опечатку. Вместо буквы Л здесь буква А. Упровоение запад фронта. Это случайность, но именно она указывает на оригинал. И всем, кто собирался подделать этого, нужно будет обращать на это внимание. А вот этот плакат, вы видите, у него нет второй рамки обводной. И нет этой опечатки. Так, в принципе, она… Здесь использовалось несколько элитографских камней. Видны некоторые сдвиги этих камней. Но, по сути, они почти идентичны. Этот плакат, вот этот второй, вполне вероятно… Это второй отпечаток, который Лисицкий сделал в 1925 году. Ой, прошу прощения. В 1925 году он вернулся из своего европейского турне, где обзавелся большим количеством знакомых художников из европейских стран. И тут же, в 1925 году он пишет письмо одному из своих новых друзей, Яну Чихальду, известному графику, типографу немецкому. Он пишет письмо, в котором сообщает, что хочет отправить ему работы свои, чтобы… ранние работы, чтобы там было представление о его творчестве более полное в Европе, то есть в качестве пиара своего. И пишет, что мои ранние работы раскидало ветром. Все, что я сделал для нужд революции, сейчас не существует. Вот я нашел у себя копию, совершенно разбитую. Он говорит вот об этой. И я лучше оставлю ее себе, а тебе я отпечатал новый плакат и отправляю его тебе. Но какие-то подтверждения, что это именно тот плакат, о котором Лисийский пишет в письме, нету, кроме того, что эта фотография взята с сайта аукциона Сотбис, и где в 2012 году этот плакат появился, был выставлен на продажу с провинансом из коллекции Соломона Телегатор. Соломон Телегатор – известный советский дизайнер, график. В 1927 году вместе с Лисицким они делали полиграфическую, первую полиграфическую выставку в Москве. И на этой выставке выставлялся плакат под названием «На польский фронт». Я сейчас подробнее расскажу об этом названии. И, скорее всего, выставлялся вот этот плакат. Но Чихольд, которому Лисицкий отправил в 1925 году, вот эту новую копию, он сделал небольшую книжку о Лисицком, описывая там его творчество и работы. Это было уже гораздо позже, где-то в 60-е годы. Но там не было публикации плаката «Клеон Красный и Белых». Хотя, судясь письма, мы знаем точно, что Лисицкий его отправлял. Это странно. И вот на аукционе Сотбис много лет спустя появляется вот такой плакат, который достаточно быстро продается за 98 тысяч долларов. Спустя несколько лет на том же аукционе Сотбис появляется еще один такой плакат, тоже из коллекции Соломона Телегатора. Я сверял эти фотографии. Там они тоже вот с такими сгибами, тоже с небольшими вот здесь подтеками, с какими-то пятнышками, но пятнышки по-другому расположены. То есть это не одна и та же фотография. Фотографии разные. И плакаты, вероятно, разные. Второй плакат был продан за 130 тысяч долларов несколько лет спустя, по-моему, в 2015 году. И на следующий год, почему-то такая закономерность, они всегда появляются на аукционе в апреле, появился еще один плакат из Соломона Телегатора, который продан не был. Вот такая ситуация на рынке графических произведений Лисицкого на аукционе Сотбис. Но это не все. Есть еще вот такая версия плаката, которая очень распространена, особенно в книжных иллюстрациях. Здесь вы можете невооруженным взглядом увидеть разницу. Нет подписи снизу. Вот это с номером заказа и уновисом. Также здесь существует такая вот обводочка, очевидная, приближающая к этот плакат, к некой такой географической топографике, изображение города, столичного города, какого-то, не просто в обводочке. Это репродукция из книги Софи Кюперс о Лисицком. Софи Кюперс – это на тот момент вдова. То есть, ну, расскажу поподробнее. После... Ну, они познакомились с Лисицким в Европе в 20-е годы. Она за ним приехала в начале 30-х с двумя сыновьями. Вот первого брака приехала в Москву. Они там кое-как жили до смерти Лисицкого в 41-м. После чего она была выслана в Новосибирск, куда и увезла, собственно, коллекцию работ своего мужа. И до 60-х годов находилась там. После этого у нее произошли переговоры с Третьяковской галереей. Она отдала часть коллекции Лисицкого в Третьяковскую галерею и уехала в Германию. Там издала большой том, на тот момент хрестоматийный, в котором была опубликована вот эта репродукция. Сам плакат, вот этот, она отдала в Третьяковскую галерею. Спустя несколько лет он был передан в отдел изобразительного искусства Ленинской библиотеки, где, собственно, хранится и до сих пор. Почему в книге вдовы Лисицкого, которая лучше всего была знакома с наследием своего мужа, была опубликована вот эта, непонятно. Можем предположить, что это работа художника книги, который вот так вот решил переиначить немножко некоторые элементы этого плаката. И так у нас существует на данный момент вот три таких плаката, немножко отличающиеся друг от друга. Теперь я перейду к тому, откуда этот плакат мог взяться. Предвестниками русского авангарда считаются итальянские футуристы, отчасти. Конечно, там можно говорить о том, что русские авангардисты, конструктивисты, супрематисты переплюнули достижение русского футуризма, но в первенстве сложно отказать. Это манифест войны, синтез мировой войны одного из итальянских художников Карла Кара. Это вторая версия, первая была черно-белая, но похоже по композиции и по содержанию. Здесь добавлен цвет красный и зеленый. И если вы обратите внимание, на поверхности геометрических фигур описаны страны-участники Первой мировой войны. Вот в такой геометрической форме видели итальянские футуристы мировую войну. Но еще раньше, в 2012 году, Маринетти сам делал обложку в своей книге «Слово на свободе», и где вы видите, что слова прорываются через другие слова, круглая форма. И тут скорее, да, через слова прорываются звуки. То есть, в принципе, такая композиция появилась у итальянских футуристов еще в 2012 году. Лисицкий был в Италии во время своей поездки по Европе после окончания обучения в Дармштадте, как раз началась Первая мировая война, и он таким вот образом через Италию, как он описывает, пройдя тысячи километров пешком, ну, это он преувеличивает, через Италию был и как раз должен был на все это обращать внимание, тем более на манифест войны Карла Кара. Этот публиковался в журнале, а первый в качестве листовки распространялся большими тиражами. Хотя в своем письме Лисицкий пишет «Вещь вся моя, и слова, и дизайн». Ну, слова, конечно же, его, а дизайн, вот он так итальянских футуристов ставил в безызвестности относительно своих решений. Ну, и даже и на русской почве эта форма существовала до плаката Лисицкого. Это Николай Джеймсович Колли. Только закончил он, по-моему, тогда в хут и масс, и он описывает, что они собрались в зале собраний и вместе со своими учителями, все вместе обсуждали, какие монументы надо бы делать к первому годовщине революции, 2018 год. И вот тут как-то в разговоре со своими преподавателями, сейчас, по-моему, несли они, нет, сейчас забыл с кем точно, вот рождается вот такая идея. И она была реализована на Воскресенской площади, установлен такой внушительный монумент, такой здесь вот предлагалась «Банда Краснова», ну, такая игра слов «Красный клин» поражает «Банда Краснова», который написан на белом монументе, переиграно было «Банда Красноармон» и «Белогвардейцев». И даже в воспоминаниях одного из студентов в Хутемасе описывается такая история, что студенту негде было ночевать, и он проделал дырку в этом монументе и там ночевал. Ну, не знаю уж, насколько это правда. И тогда же, осенью, 2018 года, когда все праздновали первую годовщину революции, умерла от дифтерита, очень талантливая художница Ольга Розенова. И ученик Малевича, Иван Клюнков, делал ей вот, сделал эскиз надгробия вот с такой вот формой. И здесь как-то, то есть, круг жизни останавливается, ну, какие-то такие вот метафоры навевают, вот две формы. Я не знаю, было ли это реализовано, о могиле Ольге Розенове, я, к сожалению, ничего не знаю. Это до плаката Лисицкого все появляется. Ну вот, в мае 2020 начинается польская кампания. Банда белогвардейцев на территории России были уже, Колчак был разбит, Деникин уже на грани поражения в Крыму. Тут Ленин, а поляки в это время совершают вылазки в Украину, ставлют там своих ставленников, в общем, всячески раздражают и на территории Российской империи бывшие границы сокращают. Ленин прилагает все усилия для того, чтобы переориентировать фронт на Запад, и тут же появляется идея мировой революции. И этот лозунг, который возник немножко раньше, появляется уже и в плакатном искусстве тоже, именно с мая 2020 года. Это окна роста Маяковского, возможно, чуть раньше сделаны, но здесь обращает на себя внимание вот этот вот сюжет. Дальше я буду много говорить, сейчас немножко расскажу в польской компании, а дальше я буду много говорить о том, на что это похоже, клин, врезающийся в круг, и, возможно, выведу вас на какое-то такое более расширение вашего сознания относительно этих форм. Здесь явно обращается внимание на особенности зрения, что луч зрения выходит из органа зрения и такой вот обратный перспективный, ну, расширяется. И именно способность разглядеть буржуя является качеством нового человека. Вот здесь вот глаза открытые должны быть у пролетария, чтобы этого буржуя рассмотреть и смерть ему принести. В огромном количестве изготавливаются плакаты польской компании. Здесь вот это тоже Маяковский, 20-й год, красная рука указывает на пана, которого нужно уничтожить. И это действительно была первая серьезная пропагандистская такая компания, медийная, чтобы не дать остыть революционному порыву первых лет, ну, то есть, начала гражданской войны, и чтобы вот эта сформированная красная армия не останавливалась на достигнутом, а двинулась дальше, и пока хватает энергии, пошла на Запад, принесла там немецкие рабочие, ожидали, как утверждали большевики, революции, и в польские тоже вот такие разнообразные плакаты, все обогревающие эту тематику, указующую, остроугольную, опасную, несущую какой-то вот такой заряд. это мор. Ну, так же появляется вот такой контекст, конечно, пятиконечная звезда, и красный клин, как одна из, один из элементов этой пятиконечной звезды, видите, на первых порах тот же мор. Самый главный плакатист советский, еще нету понимания того, как эта звезда должна располагаться, непривычный нам такой вот образ, но суть ясна, красные клинья направлены в разные стороны, защищая молодую рабоче-крестьянскую республику. Также в плакатном искусстве появляется такой сюжет то ли центрифуги, то ли наоборот центробежной силы, скорее центробежной, появившись в каком-то центре, может быть, в Петербурге, где произошла революция, она распространяется и по всему миру, и вот здесь использован в фотомонтаже это Шуховская башня и радиовещание тоже как некий такой выражаемый через геометрические формы, похожие на клинообразные, на клин, да, вот это все вещание идет по всей стране, по всему миру и так далее. Вот такая конструкция Густава Клуз встречала участников третьего конгресса интернационала. Якобы она должна была быть установлена на доме на Тверской улице напротив того места, где концерн конгресс проходил. Тоже очень похоже на какие-то, то есть вроде бы просто установка, но остроугольная форма врезающаяся в круглую. ну и вот такой тоже опять-таки рупор и радиовещание мы уже видели, здесь просто рупор, который с помощью которого идеи революции распространяются по всему в пространстве, то есть здесь мы начинаем понимать, что это не клин, врезающийся в круг, а это рупор, исходящий из некого центра и вещающий. Василий Кандинский тоже как-то не обошел вниманием эту форму, можете здесь обратить внимание, но у Кандинского это все совершенно по-другому. Интересный момент, ведь в конце 22-го года, если не ошибаюсь, Лисицкий выезжает в Европу как эмиссар русского искусства, он выезжает вместе с Кандинским, который вроде бы как тоже взял некие обязательства по пропаганде советского искусства в Европе, но быстро это бросил, но то есть какое-то общение между Лисицким и Кандинским было и именно после 23-го года у Кандинского в живописи начинают появляться вот такие сюжеты до 23-го года, до знакомства с Лисицким у него вот таких вот форм нету. Ну он, конечно же, говорит о неком таком сотворении на молекулярном уровне. Как-то вот можно представить себе, что это в молекулу врезается некая форма. Это что-то такое оплодотворение клетки, сотворение нового мира. Живопись Кандинского она отчасти про это. Ну или откровенно про создание рождения новой называется эта картина Константина Иона 22-го года или 21-го, если я не ошибаюсь. Здесь тоже мы видим такой парад планет и очевидно, рождение чего-то вот там происходит. Мы не видим это из-за вот этой поверхности, на которой находятся люди. но именно там рождается новая планета и люди в ужасе одни с радостью встречают, другие с ужасом, в общем, становятся свидетелями какой-то глобальной трансформации пространства. Двигаемся дальше. Тут отдельный такой еврейский сюжет. еврейские художники тоже как-то по-особому относились к этой форме. Сейчас я могу уже забыть. Это Маркиш. Это поэзия Маркиша, обложка Чайкова, художника Касса о еврейских погромах. Это поэзия. И тут еврейский, ну то есть обложка должна как-то отражать содержание книги, и мы видим, что художник Чайков еврейские погромы изображает вот примерно вот таким вот образом. Антирелигиозный еврейский журнал 31-го года уже попозже гораздо Чайков это еще середина 20-х. Здесь мы видим, что красный клин врезается в черный круг и отделяет синагогу от еврея. У него даже от такого действия зонтик выпадает из рук. То есть здесь совершенно другой контекст этот красный клин имеет. Ну и вот что-то такое про, возможно, я сейчас спутаю, про еврейские коммуны. там дальше еще увидим, красный флаг «Вот он ты в землю» это тоже одна из таких метафор заключенных в плакате Лисицкого. Сейчас я немножко тут проскочил, хотел бы вернуться к польской компании. Извините уж меня. Польская компания состоялась, силы были собраны, то есть усилен западный фронт, Тухачевский переброшен с Крыма для этой компании, то есть это тогда самый многообещающий молодой полководец, на него была возложена эта миссия. он заменил те подразделения, которые находились на границе с Польшей, заменил новыми войсками и сделал ставку на быстрый прорыв. То есть там был еще Юго-Западный фронт, которым руководил Буденый, там стояла конница Буденого, но политическое руководство этой Юго-Западной армии осуществлял Сталин, а он негативно отозвался о идее вот этого прорыва в Европу, военных действий активных. Он сказал, что надо как-то в какой-то момент ведь предложили англичане, которые внимательно следили за успехами большевиков, предложили сохранить границу по линии Кер-Зона, дипломата английского, и она соответствовала границам Российской империи дореволюционным. Но большевики настолько воодушевились первыми успехами на Западном фронте, что решили двигаться дальше. что интересно, Тухачевский позже уже описал всю эту польскую кампанию в своей книге небольшой, она называется «Поход за Вислу». написана книжка в формате лекций для военных. На что в ответ на эту книжку чуть позже Йозеф Пилсудский, военный, главнокомандующий армии Польши, ответил своей книгой 1920-й год. Он ее назвал, и это очень интересный материал для сравнения. Там, например, Тухачевский описывает, что он сделал ставку на движение тараном, то есть резкий проход через Смоленские ворот, Витебские ворота, пересечение границы, потом разворот и движение в сторону Варшавы. И таран с клином они достаточно похожи, такие фигуры. Именно такой фигурой и двигался Тухачевский, потом у него был четырехдневный разворот огромной армии в сторону Варшавы, то есть если кто-нибудь представляет себе, как двигаются военные подразделения, там есть такая команда «Правое плечо вперед, марш», и те, кто находится слева, они идут на месте, а те, кто с правой стороны, они двигаются, разворачивая подразделения. И вот этот маневр занял четыре дня у Тухачевского. Просто это очень интересно представлять себе, как это огромная красная громада, которая была плохо организована, плохо в плане обмундирования, у нее все было, но четыре дня она совершала маневр и развернулась осью на Варшаву и стала двигаться, сметая все на своем пути. А поляки, наоборот, они избрали тактику отката, то есть это белый круг откатывался от красного треугольника. Как они так придумали, Тухачевский спелсуцкий иногда мне кажется, я глубоко слишком погружен в материал, мне кажется, что они увидели плакат Лисицкого и решили эту композицию разыграть на театре военных действий. Именно вот так поляки откатывались при первой атаке, они откатывались назад, перегруппировались, отходили еще дальше. Последняя линия обороны у Варшавы Красная Армия двигается, сметая все на своем пути, и в Варшаве паника, последняя линия укреплений, но почему-то у Красной Армии кончаются силы, она слишком оторвалась, вот этот прорыв Тухачевского слишком далеко оторвалась от обозов, то есть от обеспечения, и кончились у них патроны, оружие, и это какая-то мистика, то есть у них силы кончились прямо ровно перед Варшавой, для решающего сражения у них не хватило сил, и тут интересно обратить внимание на описание символики Красного Треугольника, он именно так и действует, в нем очень много энергии, но она очень быстро расходуется, очень короткий у нее период действия. Тухачевский сделал такой расчет, не дожидаясь Буденова, если бы конница Буденова на Юго-Заварном фронте двинулась бы, то победа была бы обеспечена, но Сталин сдерживал Буденова, не позволяя ему помочь Тухачевскому, а Тухачевский, как такой авангардист, полководец, все поставил на свою фигуру Тарана, двинулся, но проиграл. И тут уже в обратную сторону все двинулось, Красная Армия бежала. На этом польская кампания закончилась, закончились и вот эти замечательные плакаты. Ну и дальше мы переходим уже к другим сюжетам, но не закончилась эта история с остроугольной и круглой формой. Художники продолжали ее использовать всячески, множе смыслы. Также и в архитектуре не обошлось без вот этих композиций. Это Антон Лавинский, очень ранний проект, 20-й год, если я не ошибаюсь, градостроительная схема для нового города, причем города на рессорах. Там все сооружения располагались на специальных рессорах, чтобы транспорт, который двигался под ними, не создавал амортизации, тряски, архитектура полностью амортизировалась. Что интересно, что вроде бы этот сюжет больше связан с супрематическим искусством. Лисицкий в то время находился под влиянием Малевича. Антон Лавинский приехал вслед за Маяковским из Баку и попал в группу конструктивистов. И вот эта схема родилась после одного из первых заседаний конструктивистов в Инхуке. И что-нибудь такое тоже придумать глобальное, но с формальной точки зрения очень четкое. Появляются такие проекты одним за другим. Одни за другим. И, конечно, такая форма сочетания страугольной и круглой формы идеально подходит для зала заседаний, там, где круглая это сцена остроугольная, это зрительный зал. И тут сразу, конечно, вспоминается элементарный античный театр, к которому, собственно, старались вернуться к форме которого, старались вернуться режиссеры, в том числе Мейерхольд, в своих заявках разрушить эту преграду между разрушить рампу, убрать ложи, сделать, вернуться к амфитеатру. Это Травин зал конгрессов, проект в Хутемасе. Ленинградский архитектор Александр Никольский создает такую форму для выставки экспериментальной в Москве в 27-м году, но это в дальнейшем удалось реализовать этот проект частично. Это круглые бани. Ему показалось, что такая форма очень эргономична, меньше кирпича используется и тепло лучше сохраняется. Она частично была заглублена в землю, а в круглом дворе посередине располагается бассейн. И вот такой клинообразный вестибюль конечно же отсылает к плакату Лисицкого. Баня реализована немножко не так. У нее отсутствует вот это сужение и вестибюль врезан просто не клином, а просто прямоголиком. В Ленинграде? Да, в Ленинграде. Проект театра Немировича Данченко архитектора Моисея Гинсбурга, одного из ведущих специалистов стиля, но не был реализован. Проект зеленый город под Москвой архитектор Константин Мельников. Это планировка территории. Мы видим, что по плану здесь все достаточно наделено. Архитектурные сооружения расположены по кругу, а также на этой остроугольной форме, которая врезается в середину, а в середине в пятиконечной звезде расположен институт человека. Как раз тогда, это 30-й год, Мельников начинает подвергаться критике. Ну и вообще этот зеленый город остался только в проектах. Ну и такой прием стал вообще распространенным. Закругленная форма в архитектуре это знак победы над пространством, знак нового отношения к пространству, что в начале XX века воздухоплавание представление пространства сжимается, представление о планете как не о такой большой, как раньше, а в принципе постигаемой умозрительно. И вот круглая архитектура закругляющаяся. Архитектура так бесконечно, знаете, бывают такие сооружения, жилые дома чуть закругляющиеся. Они создают эффект, что это вот у нас земля такая круглая. Вот, пожалуйста, вам наглядный пример. А лестничные объемы они врезаются клинышками. И это очень распространено в архитектуре XX-х годов. Это здание кафе стадиона Динамо в Ленинграде или стадион Кирова. Александр Никольский каким-то образом закладывает здесь вот такие оси. Это главная лестница. вот это ой нет, прошу прощения, вот это главная лестница с этой стороны. Вот она. Это павильоны и их оси сходятся вот здесь ложи ленсовета. Это ложи ленсовета для собственно членов ленсовета. Ну и последний пример из архитектуры это план развития Москвы. Парабола достаточно известный хрестомативный пример. Тоже 35-й год. Сходство с плакатом Лисицкого по-моему более чем очевидно. Ну и дальше просто встречаются где угодно в полиграфии особенно вот как фон для вождя некий такой клин воткнутый в землю как установление нового порядка. Вот в плакатном искусстве везде он встречается повсеместно как знак динамического развития. Что интересно подхватывает и в 30-е годы то есть если в 20-е годы в 10-е 20-е знак революции то и в 30-е вот при индустриализации этот красный треугольник тоже активно используется. и тогда же в 30-е появляется такой институт красноугольцев это люди которые несли по всей нашей большой стране на восток такое знание о марксизм ленинизм специалисты пропагандисты которые приезжали в самые отдаленные городки и рассказывали о том как хорошо живется у тех кто принял новую власть они так и назывались красноугольцы собственно их задачей была организация красных уголков при предприятиях и разных домах культуры то есть это явная замена красных углов в православной культуре в избах то есть иконы заменить на портреты вождей также удивительным образом выставка дегенеративного искусства в соседней германии тоже плакат этой выставки использовал формы круга и треугольника чтобы продемонстрировать суть этого дегенеративного искусства совершенно нет словесных описаний этой ситуации с плакатом что такое треугольник встречающийся с кругом кроме как вот уезов пирсуцкого и тухачевского в описании военных действий там конечно можно найти вот эти то есть тухачевский говорит о таране у лисицкого есть совсем немножко он описывает восемнадцатый год о том что восемнадцатый год расколол общество клином как молния то есть он там использует дословно не помню и слово клин и слово молния рассказал расколол общество надвое отныне нельзя оставаться как прежде нужно решать на какой-то стороне вот такая риторика и чуть позже уже в тридцатые годы Кандинский в Европе описывая свои более ранние эксперименты пишет точка на плоскости производит почти драматический звук сейчас немножко забыл что-то про пересекающиеся линии какой-то тоже они наводят такие ощущения острый угол треугольника касающийся круга похож на сейчас немножко запутался но он сравнивает это с пальцем бога касающимся адама и тут конечно скрывается концепция Кандинского круг и клин как мотив сотворения нового сотворения нового человека дальше без конца продолжаются вот такие вот формы у Клуцеса в том числе и это не заканчивается в 20-х 30-х это развивается достаточно долго это вот плакат 70-х годов и здесь уже можно вести речь об эпигонах некой этой культуры очень эффектный плакат стань ударником коммунистического труда но у нас такого немного в основном конечно так сейчас я еще тут же это переходим к современности и это работа Алексея Балдукова современного и конечно после окончания советской эпохи этот плакат стал очень популярным в плане какой-то вот игры с его элементами но популярность пришла к нему еще гораздо раньше в 60-е годы когда в Европе началась ревизия некой социалистических идей и этот плакат как раз был опубликован в 65-м году в монографии в монографии его вдовы Лисицкой Кюперс и тогда же в 60-х годах итальянский журналист Джузеппе Гарритане поработав в московских архивах собрал такое подготовил издание плакаты русской революции и туда вошел к леным красным бейбелых и это не очень большими тиражами было издано в Италии и в Германии и тогда он стал известен еще раз на Западе потому что в то время вот эта копия которая уехала к Чихольду ну и все собственно то есть он не был известен у нас то есть о нем там что-то писали в качестве примера приводя в качестве примера как раз такого вот дегенеративного искусства в Европе тоже это было все как-то под запретом и в 60-е годы приходит он приходит снова и используется в частности при вот как я уже сказал ревизии социалистических идей французскими философами например Жен-Франсуа Леотар в своем семинаре разгар студенческой революции во Франции он использует этот плакат выстраивая некую концепцию новую такую концепцию нового мышления критического мышления что это красное острие должно стать как бритвой расчищающим сознание как-то так он об этом говорит и тогда конечно и оттуда начинается новая новая волна популярности но у нас она появилась вот только в 90-е годы в перестроечные все начинают вот так вот деконструировать этот плакат известный такой фиртищ болгарский художник современный или же Бугаев Африка просто переворачивая цвета у него есть целая серия таких работ там клином голубых бей розовых там или как-то вот инвертируя все это без без конца или вот такие вот разные веселые вещи и таких произведений огромное количество ну вот я забыл здесь упомянуть еще один плакат известный Александра Родченко Ленгис там где фотомонтаж использован головой лилибрик и поднятой рукой в качестве рупора это вот тогда 24-й год первое первый момент переворачивания смысла этого плаката что это не клин вырезающийся а рупор вырезающийся ну а вот такие шутки они продолжаются до сих пор их огромное количество даже Франц Фердинанд использует для оформления это музыкальная группа обложек все это еще раз появляется и даже переходя в стрит-арт это я забыл фамилию известный художник французский ну по сути вот упрощая эту схему это вот революция против капитализма и этот мотив до сих пор актуален ну вот собственно мы прошли по изображениям вот такое многоплановое хрестоматийное произведение оно используется очень часто для демонстрации достижения вангардного искусства очень часто используется на обложках но и также часто оно используется без какого-то осознания собственно его метафоричности и глубины этой метафоричности вот относительно Лисицкого у нас много исследователей Лисицкого но к сожалению на мой взгляд самые умные слова у его творчества сказали иностранцы одна из них принадлежит вот исследовательская концепция Иволена Буа это еще в конце 70-х годов он пишет статью радикальная обратимость о творчестве Лисицкого в основном конечно обращаю внимание больше на прооны Лисицкого если вы себе представляете их это такие сложные стереометрические конструкции которые оставляют зрителя без каких-либо ориентиров с одной стороны могут быть рассматриваемы с разных сторон а с другой стороны они как бы и приглашают зрителя проникнуть внутрь оказаться в середине картины и представить себе эти стереометрию вокруг себя расположены но то же самое можно сказать с таким же успехом относительно плаката и собственно вот эта формула радикальная обратимость она очень не помогла при анализе первичном здесь все радикально обратимо здесь все переворачивается и это не плоскость это пространство здесь сразу мы можем видеть планетарный некий такой масштаб а вторая формула это Джон Болт известный американский авангардовед специалист по русскому авангарду в своей тоже небольшой статье манипуляция метафорами он выдвинул формулу понимания творчества Лисицкого как манипуляция метафорами у Лисицкого при ситуации ограниченного художественного контекста выражения искусство пришло к очень прознутой отказалась от живописи отказалась от изобразительности пришло к простоте цвета и форм но в этом в этой ситуации простоты средств Лисицкий не то что продолжает оставаться художником он придумывает новые способы передачи художественного то есть здесь конечно это это плакат это агитационное искусство это пропаганда это просто просто какая-то схема и тут можно выстроить целую стену между искусством и вот этим плакатом но манипуляция метафорами очевидно здесь она придает авангардному искусству новый смысл и здесь вот таких метафор вот видите я вот там перечислял еврейское искусство особый контекст у Кандинского институт красноугольцев супрематизм и в каждом случае это метафора и эта метафора работает соединение остроугольной и круглой формы а лисицкий достиг здесь наиболее гармоничной такой формы исполнения ну еще кроме геометрических форм и цветов он использовал текст который связывает это произведение с лубком народом лубком и нацеливает на такое понимание через текст на призыв к директиву к исполнению этого призыва вот наверное у меня на этом все если у вас есть какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу не стесняйтесь спрашивайте да вот было первое издание там мы с дизайнером придумывали такую историю как раз я пытался на обложке передать смысл исследования что там была глава вождя Ленина а из нее расходились такие вот треугольники каждый из которых открывал какую-то новую сферу но для второго издания мы решили сделать другую и тут как раз мне попалось то есть я постоянно был занят тем что в интернете искал все новые изображения похожие на плакат и наткнулся вот на это это художник графический дизайнер из Аргентины его почему-то тоже заинтересовала эта тема он вообще там роботов рисует в основном но вот почему-то он наткнулся на это вот история интересная тем что тем что может сделать плакат и всматривание вдумывание его формы с человеком то есть аргентинец совершенно далекий хотя есть конечно связи России и Южной Южной Америки то есть мы как бы вроде бы два края европейской цивилизации но все же далекий от революционных событий в России он придумывает такую схему обобщая ее на на всю советскую культуру и конечно космическая программа советская космическая программа наверное для всего мира это один из брендов тоже как и что-то такое потрясающее воображение и вот здесь он соединяет эти два понятия русский авангард и космическую программу и вот создает такое я с ним да да я с ним но он больше похож на из звездных войн империя зла и прочее да я с ним связался он конечно с радостью предложил эту картинку для обложки не это вполне может быть потому что нет 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 а вот эти но это военный рабочий и крестьянин они вполне иконографические идут на троицу и очень многие художники они же выходили из ну не мор хотя не вот я точно не знаю может быть мор тоже первое образование в иконописи получил и это все такие архетипические образы они конечно были как бы естественно вытекаемые из предыдущей традиции и с другой стороны они были закономерные при общении с аудиторией то что в другой форме да вот как замените в избе красный угол на красный уголок да там троицу замените на вот этого рабочего крестьянина и сообщества а крестьянин мор 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 да известно и плакатист мор допустим дак ну да хотя он был дар революции у него встречаются несколько работ где он в корректированном ключе изображает ленина и даже потом кто-то там какой-то такой открытой форме доноса говорил а это же тот мор но его простили потому что он как-то вот видимо были свои покровители а после 24 года ну ничего страшного уже не так страшно было но мор там вот как раз я не показал здесь картинку для его биография я большевик уже выше после его смерти на обложке тоже красный клин и в красном клине вписаны я больше ну я не знаю кто автор обложки но это вот про него действительно да конечно ну вот относительно 1 нет никаких сомнений относительно 2 у нас нет изображения есть только описание того что лисицкий отправил план сделал еще одну копию и отправил но не говорится тираж это был ну наверное не одну копию если он сделал литографские камни на вот краску все подготовил он мог напечатать и небольшой тираж но изображение ну то есть каких-то отсылок на изображение в то время там фотографии с выставки и там просматривал полиграфическую выставку там нет там есть что он называет этот плакат на польский фронт то есть актуализируя польскую кампанию но изображение нету это что вот нас обе они появляются ну ладно один раз если появился все нормально но то что их появилось там три немножко смущает но хотя тоже лежали они там в коллекции потом их увезли в соединенные штаты там выставили на аукцион а вот это не материально это репродукция существует только в книге да я просто пытался как-то уменьшить этот ряд его можно увеличить и очень долго рассказывать есть конечно конечно сплошь и рядом они встречаются ну вот сложно сказать вот тут вот стоит понимать что например вот лисицкий смолевичем в то время общаются вместе витебске малевич анархист а лисицкий вроде как коммунистом вроде отказался от своей национальной культуры хотя тоже делает в то же самое время и даже чуть позже графику иллюстрации книжные произведениям на идише сегодня он не совсем порвал свою национальную вот такой вот интернациональный художник вроде бы связан с революцией но в сам момент польской компании когда собственно войска тухачевского двигается мимо витебска они смотрящим уезжают в кумысо-лечебницу под саратов куда-то то есть такой отход от этого и и тут опять таки вот ну вот этот инструмент для понимания творчества манипуляция метафорами очень хорошие он много чего сюда мог вкладывать и это был и это была его суть то есть говорить что здесь он только ну для солдат конечно он он вот вот так вот конечно однозначно это можно понимать это острый треугольник и вот и как штык как штыком действуйте вот идите но тут же прекрасно видится этот рупор красный это пропаганда действительно вещание много чего это вот как не тогда и не общались она даже ничего не знаю про этот плакат но если он только что-то рассказывал ей но как рисунок рисунок ну да как ты то есть все в принципе что она увезла но все такое известно тем более вы таким возможно такая ситуация сложная конечно тут вот например там незадолго до открытия этой выставки в новосибирске где его жена вдова с детьми долго жила в академгородке в пятидесятые годы прошла выставка лисицкого вот сейчас недавно нам сообщают до этого вроде как узнали но кто ну широкой общественности это не было известно и и рассказывает что вот мы привели выставку в выставочном зале академгородка и лисицкий значит вдова лисицкого подарила работы за это и то есть понятно что сейчас где-то всплывет работа лисицкого которые вот и тут уже даже провинанс под нее подготовлен это все очень сложно и конечно вот такая работа искусствоведа по например вот я могу как-то своим авторитетом описать что должен где-то рисунок вот этот быть допустим так ситуация вдруг появляется где-то рисунок ну сейчас очень много там целая выставка да поэтому лучше да поэтому лучше не говорить да к тросписи для еврейской а а да 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 обретение земли обетованной там ну как бы это не очевидно но текст на картине красный еврей вот как раз на этом треугольнике на фоне там идет обобретение земли обетованной и это было очень актуально для того времени здесь тоже целый такой особый контекст еврейских местечек до черта оседлости с началом первой мировой войны евреев просто выселяют и селят в бараки где-то и и это еще как бы вроде не обретение земли обетованной это просто их как-то вот так вот берут и швыряют куда захотят а чуть позже уже с восемнадцатого года начинаются коммуны и это как раз вот малороссия мало заселенные районы много свободной земли и вот этих евреев которых выселяли их вроде бы его заканивают тут живите здесь вот смотрите у вас столько земли пожалуйста ну по но тут сложно сказать не я встречал в изображении что это земля а это в перспективной перспективе сокращающаяся пашня клим вот этот круг это в принципе земля на как знак пространства а вот это сужающаяся форма клина это как пашня земли где живут то есть вот такое возможность толкования но вообще в еврейской традиции я специалистов как-то не получил какого-то разъяснения относительно этой формы еще вопросом ну ладно спасибо разбирайтесь в знаках лисицкий лазарь клим красным бей белых спасибо большое